Зрители библейского портала экзегет.ру попросили ответить на некоторые вопросы, касающиеся Великого Поста, который уже начался, идет и будет продолжаться практически 49 дней, включая Страстную Седмицу. Каждый раз, когда люди готовятся к посту, всегда эти вопросы возникают, потому что самая страшная проблема и самая страшная беда, которая ожидает, поджидает любого человека, который собирается, скажем так, соблюдать Великий Пост, вот этот вот фразеологизм, он очень показательный. Они сталкиваются с тем, что Великий Пост оброс великим большим количеством разных, скажем, внешних обязательств, внешних обрядовых норм, правил, дисциплинарных требований. И вот это человек может просто потонуть внешних запретах, внешних указаниях, внешних предписаний. А сама суть Великого Поста, она остается даже не затронутой, не понятой, не увиденной человеком, который действительно мужественно и терпеливо соблюдал Великий Пост. И отсюда вот это большое количество вопросов, потому что человек, приступая к Великому Посту, видит это огромное количество предписаний, и он, естественно, пугается и хочет в этом разобраться. А с другой стороны, есть люди, честь и хвала им всем, которые второй, третий раз соблюдая Великий Пост, вдруг начинают задумываться, а почему, соблюдая, ну так как я могу там Великий Пост, я не получаю никакого плода. Вот, я просто что-то делаю, я прихожу к Пасхе, и озираясь, приходя в себя после Пасхальной Седмицы, понимаю, что вот за эти два месяца со мной ровно ничего не произошло. Каким я вступил в пост, таким я и выступил из поста. И получается, вот я два месяца что-то с собой делаю, вот зачем-то, для чего-то, кому-то, как-то, это важно, и тем не менее ничего не происходит. И человек задает вопрос, а то ли я делаю, и почему у меня ничего не получается. Именно вот два этих, один страх и этот опыт, он и обусловливает большое количество задаваемых вопросов на накануне Великого Поста. И вот на некоторые вопросы я попытаюсь сейчас ответить. Вопрос такой, почему Великий Пост такой длинный? Ну, что значит, такой длинный? Он такой же, по сути своей, как Рождественский Пост. Само тело Великого Поста точно такое же. Бывают годы, к счастью, не часто, когда Петровский Пост, пусть не такой строгий и суровый, но бывает по времени чуть-чуть длиннее, чем Великий Пост. Вот, когда Пасха очень-очень ранняя, то Великий Пост, он очень, Петровский Пост, он очень-очень длинный. Вот, поэтому не то, что он уж особенно длинный, но его длина, она, взятая из Священного Писания, она регламентирована 40 дней. Это пост, проведенный Моисеем на горе, это пост, проведенный Христом в пустыне, это просто общая мера поста, то также, например, апостол Павел постился. Это общее правило для библейских людей, 40-дневный пост. Они знали трехдневный пост, они знали однодневный пост, самые великие люди из них знали 40-дневный пост. Конечно, их 40-дневный пост, и наш 40-дневный пост похожи только по количеству дней, потому что и Моисей, и Христос, и апостол Павел под постом называют совершенное воздержание от еды вообще. То есть, речь идет не о том, что что можно, что нельзя, они просто не ели 40 дней. Вот, и так Моисей, так Христос, так апостол Павел, все те, кто соблюдали 40-дневный пост, они предполагали именно полное воздержание от пищи. Ну, 40 дней оно пригодилось. Вот, и изначально Великий пост, собственно, он первый пост, который возник в церкви, естественно, по образцу всех библейских постов, и был связан с тем, что церковь готовилась к вступлению в нее новых членов. Вот, как не покажется парадоксальным, но на самом деле люди постились не для себя и не за себя, они постились за тех людей, которые готовились к принятию крещения, которое совершалось накануне Пасхи. Вот, и это подготовительные недели, вот люди постились для того, чтобы действительно благодать Божия коснулась тех, кто будет вступать в церковь. Сейчас это представляется просто какой-то недостижимой, не только высотой, подвигом, каким-то святостью, оно, в принципе, по ту сторону нашего христианского менталитета и понимания, потому что в наше время человек, вступающий в церковь, и сам-то не постится, и не то, что не постится, вообще ничего не делает, и не собирается делать. И даже какие-то предложения священника, не то, чтобы сделать, знаешь, может там как-то грешить, перестать, или, например, там, ну вот хотя бы там начать в церковь ходить. Нет, даже речи об этом нет, даже Писание прочитать человек не может, даже поговорить. Можно я тебе расскажу о вере? Нет, крести, сказал. Вот, тебе принесли деньги, заплатили, давай крести. Вот, не хочешь ты крестить, я найду того, кто будет крестить. И понятно, что ничего удивительного, что ничего с людьми не происходит. В том-то и дело, это системная наша ошибка. Мы решили, что все само происходит без усилий человека. Нам в принципе непонятно, зачем поститься. Нам в принципе непонятно, а для чего вообще постился Христос. Но он-то вообще Бог, Сын Божий, ему зачем поститься 40 дней? А он бы не смог исполнить свое служение. Христос не смог бы исполнить своего служения, если бы он не попостился 40 дней. Ну мы-то что, мы-то запросто, мы-то легко, мы сможем. Вот, вот это понимание того, что если даже Христу было необходимо, чтобы исполнить свое служение, был необходим 40-дневный пост. Если Моисею, которого сам Бог осветил и приблизил к себе на горе, был необходим 40-дневный пост, так тем более он необходим всякому человеку, чтобы хоть как-то приблизиться к возможности Бога общения. И потому древние святые, вот они, ну так вот, подвижники, там Антоний Великий, там Павел Фивейский, там Савва освящен. Для чего они делали? Для того, чтобы приблизиться к Богу. А у нас нет такой задачи. Мы не собираемся приближаться, мы примерно так вот, ну ему надо, он и даст. В конце концов, это его задача нас спасать, а мы ничего делать не будем. И вот это понимание того, что от нас ничего не требуется, просто прийти, окунуться в воду, а все остальное, или там прийти, причаститься, Бог сам все сделает, потому ничего не происходит. Потому мы остаемся такими, какими были, мы причащаемся год, два, три, десять лет, ничего с нами не происходит. Мы какими пришли со страстями, такими и через десять лет со страстями остались. Ничегошеньки не произошло. Потому что мы ничегошеньки и не делаем. Мы только приходим, называем, даже не каемся, называем свои грехи и причащаемся. И все остается как есть. Потому что изменение в нашем естестве, победа наша над грехом, соединение наше со Христом, соприкосновение с благодатью прямо зависят от того, какие усилия мы затратили. И вот в то время, когда было понимание этого, люди понимали, как важно, чтобы человек пережил соединение с Богом в таинстве крещения. Потому что ничего автоматически не происходит. Как потопаешь, так и полопаешь. И поэтому не только заставляли поститься, само собой разумеется, человек, который собирался креститься, постился 40 дней. Но чтобы он выдержал вот это искушение с врагом. Чтобы враг не остановил его на пути. Чтобы он справился, потому что он еще не крещен, и он не имеет этой благодати. Церковь включалась в эту самую, в эту же самую, скажем, упряжку и тащила этот воз вместе с ним. Поэтому, естественно, люди достигали этой полноты соединения во Христе. Они возрастали до этого. И получалось то, что получалось. Люди сподоблялись благодати. А церковь, постольку поскольку, ну все люди, которые крещеные, ну постились вместе с готовящимися к окрещению. Церковь, она вместе с ними радовалась, потому что это был и для нее праздник. Она страдала вместе с этими готовящимися к окрещению людьми, с ними и радовалась, ликовала, торжествовала. И это наполняло предпасхальные дни и пасхальные дни особенной радостью торжества благодати. Ибо люди видели, они просто верили, как эта благодать изливается на людей, как она меняет людей, как меняются они в этом подвиге любви, поддерживая своих немощных братьев. А само это 40 дней, оно вышло из, как я уже сказал, обозначенных библейских дней. Но, конечно, с нашей точки зрения есть еще и один момент, на который нужно обратить внимание. Мы говорим о длинноте поста, но вообще-то для христиан, первенствующей церкви первых веков христианства, когда, собственно, и формировался Великий пост, который в значительной степени потом переменил акцентуацию и стал не столько постом, естественно, готовящийся к окрещению, когда все уже стали креститься во младенчестве, а стал постом покаянным. Вот, покаянная практика, в конце концов, привела к созданию замечательных книг, типа постной триоде. Но вот эти 40 дней, они все равно были важны. Но важно помнить, что для первых христиан пост, как воздержание, был нормой жизни. Как говорит апостол Павел, те, которые христовы, плоть распяли со страстями и похотьми. То есть распинание плоти, ветхий человек, который сораспинался и умерщвлялся, чтобы торжествовал новый человек, это было постоянное действие христианина. Он каждый день сораспинался со Христом, распиная себя со страстями и похотьми, чтобы благодать Духа Святаго действовал в нем полнее и полнее. А Великий пост был сугубым действием этого распятия. Поэтому они не смотрели на его длинноту. В целом воздержание было просто нормой жизни. Надо понимать, что вот эти слова, которые мы излитко слышим в Евангелии, ну, естественно, кто хочет быть моим учеником, пусть отвергнется себя, возьмет крестство и следует за мной. Но особенно о том, что Царство Божье нудится и нужницы достигает Его. То есть те, кто принуждают, нудят себя, они получают плод. И этот плод прямо зависит от того принуждения и понуждения, которые сам по своей воле предпринял человек. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.